Вы бы, конечно, хотели увидеть то, что я вам показываю, но, ребятки, сегодня не получится. Сегодня мы показываем экзотические растения. А то, что я вам говорил, вы можете увидеть на YouTube. Вбивайте мою фамилию Челейкин и понимаете, что лимоны полезны не только для тех, у кого проблемки со здоровьем, но и для тех, кто может быть в скором времени на тот свет отправится. Итак, каков результат? Да, программу смотрят, это хорошо. Да, в конце концов, лимонарий стал самостоятельным. И это радует. Да, в скором времени здесь зацветут и покроются плодами уже другие растения. И это не может не радовать. И это, по сути, правильное место. Простите, господа телевизоры, но без лимонария нам не жить, как и без бассейнов тоже. И вот что должно быть. Дело в чем заключается. Коллектив лимонария спасает этот лимонарий. Представляете, все свое время здесь было в папаях. Представляете, сюда можно было прийти и покушать не только плоды лимона, а еще и папайи. Все это замерзло. И только коллектив лимонария все это дело спас. Они обращались, обращались, обращались. Жалко, что ко мне не обратились. Я бы быстро все это дело объяснил. Тем более, с газовиками у меня все нормальные отношения. Почему бы и нет? Но, тем не менее, и вот потихонечку, потихонечку, потихонечку мы начинаем выращивать папайи. Вот они такие. И в скором будущем здесь все так же будет в папаях. И вы сюда придете и попробуете замечательный аромат, который вы можете вкусить, ну, разве что в Индии или в Таиланде. Ну, а так и получается. Хочешь спасти, спасайся сам. Жалко, конечно, что пока мы не увидим папайи, но будем надеяться, скоро можно будет и у нас попробовать то, что помогает лечить рак. А теперь о другом, о разнообразии растений. Я, конечно, понимаю, что не все сюда привезешь, но то, что радует своим цветом в субтропиках, тропиках и на экваторе, здесь есть. Кстати, если вы сможете привезти не из Таиланда семена, то подарите их сюда. И поймите, что то, что произрастает на Яве или Сингапуре, в Японии или Вьетнаме, из центра Кении или Марокко, а также с Кубы или Колумбии, может и здесь присутствовать. Ну, помогите, господа, а? Сегодня мы стараемся не только принимать посетителей, а, конечно же, чтобы они уходили с чем-нибудь, что им захотелось вдруг вот увидели и купить. Поэтому, помимо продукции лимонов, мы можем предоставить горшечные. Это те растения, которые мы выращиваем, то есть это экзотические растения. Часто задают вопрос, можно ли это посадить в огороде или на даче, естественно, что нет. В том-то и суть, что все эти растения, растения закрытого грунта, в данном случае или зимних садов, или просто на подоконнике. Ну, например, самое обыкновенное растение, вот сейчас мы можем видеть, это лантана шиповатая. Она, конечно, всех восхищает, потому что у нее безумный вид, такие красивые шапочки, переходящая расцветка. Чем лантана хороша? Это вечно зеленая древовидная лиана. Она встречается в Турции, в Египте, и поэтому ее многие знают, те, кто ездят отдыхать. Это растение можно формировать в виде деревца, можно формировать в виде лианы, можно формировать просто кустиком, а можно и даже ампельным свисающим растением в кашпо. Но на улице она не сможет расти, то есть это горшечная, которую можно посадить в катку, выносить во двор. Она очень любит жару, солнце, и она будет украшать двор в летнее время. А зимой со стрижкой можно занести в дом опять на зиму. То есть можно понять, чем вы занимаетесь. Если у человека зимний сад, почему бы и нет, да? Если у человека хорошая квартира, у нас в Магнитогорске, большинство людей уже хорошие квартиры, то почему бы и нет? То есть вы часть своей лимонарной сути делитесь с магнитогорцами? Да, конечно. Вот как раз, наверное, это наша работа. И я уже даже горжусь тем, что те, кто к нам приезжает, они не просто уезжают, взяв что-то. Мы всегда даем консультацию, мы стараемся обязательно все объяснить. Даже человек уже купил и поворачивается, уходит, мы вдогонку кричим. Подождите, подождите, пожалуйста, давайте вот, а вы уточнили? Вы точно помните, вот про какие условия мы говорим, например, где это растение должно расти? Мы навязываем эту информацию, потому что иначе потом человек звонит или приезжает, и он с досадой говорит о том, что что-то погибло. Наши растения, это растения комнаты. Конечно же, можно самые обыкновенные лимоны, апельсины выращивать на подоконнике. Единственное, нужно соблюдать ряд некоторых условий, о которых нужно всегда помнить. То есть я по своему опыту тоже когда-то начинала с цветов, да и дома что-то выращивала, и я знаю, что ошибка каждого из нас в том, что нужно сначала понять, откуда родом растение, то есть какие условия оно любит, а потом попытаться их создать дома. И логически человек сам может ко многому прийти. А если не получается, то вот вам маленькие странички, где вы можете купить то, что нигде не растет. Или просто прогуляться по не такому, но чуть меньше королевству цветов. Кстати, в Таиланде я видал и такое. Но чтобы нам к своему хозяйству так относиться, нужно время и умение. Хотя понять-то надо. 23 километра на запад, и вас ждет хвоя и лес, и 10 километров на восток. И это уже тропики. И вот то, чем занимается лимонарий. За моей спиной находится питомник. Здесь выращиваются и лимоны, и все, что здесь растет. И понять-то надо, да. Если вы хотите себе завести зимний сад, а это делать просто необходимо, то вам путь именно сюда. Вы все здесь можете купить. Но чуть-чуть дальше я покажу. Вот. И что здесь делается. Вы, наверное, помните Таиланд, да? Вот там место такое есть. Королевство цветов. Оно, конечно, больше, в разы. Вот. И там много растений. Просто их много. Конечно, если бы кто-то дал бы возможность, мы бы здесь тоже самое посадили. Это можно сделать. Если получится, почему бы и нет. Но, тем не менее, вот здесь потихонечку вы начинаете ощущать аромат Таиланда. Слетают туда не все. Тем более, как бы проблемы у нас возникают. Но, тем не менее, съездить сюда, в Наровчатку, легко и просто. 10 километров, это, по сути, литр бензина или литр газа. И вы уже здесь. И сюда можно здесь постоянно. И если вы будете считать то, что я вам говорил, то есть, сколько вы денег тратите, да? По сути, можно никуда не ездить. У нас большое количество бассейнов. Можно и в городе купаться, и круглый год в том числе. Вот. Можно и сюда ездить, и круглый год в том числе. Поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы, нет. У нас проблем нет. У нас все супер. Конечно, жалко, что мы не можем отправлять работников полиции и прокуратуры. И пока еще вояки не могут выехать. Но, чтобы стало понятно всем, от нас ехать никуда не надо. Крупнейший в России горнолыжный центр. Их два. Замечательные бассейны. По мне, так лучше ровесника и не найти. Летние катки, их много. И можно прокатиться зимой на лыжах. Кстати, и на скейте тоже. К сожалению, немного залов для концертов. Куча кинотеатров и лимонарий. Ну, попробуйте где-то найти такое-то. Что, нет нигде? Так вот, гордитесь за наш город. Он всегда работает круче других. И гордитесь за норовчатку. Да, был здесь замечательный комплекс под крышей. Сдулся он. А лимонарий нет. Как найти мою фамилию? Достаточно легко и просто. Ютьюб. Вбивайте. Сейчас покажу свою фамилию. Просто посмотрите. Челейкин. Зайдите туда. Там моя рожащая такая. В следующий раз другую сделаю. Мы вместе с сыном будем сниматься. Потому что Ютьюб это не мое изобретение. Это я все для сына делаю. Чтобы он этим делом занимался и зарабатывал денежки. Я как-то и по-другому денежки себе нахожу. Но тем не менее, посмотрите все то, что есть. И лимонарий посмотрите, и все остальные материальчики. Это в действительности гораздо проще делается, чем вы будете смотреть интернет, в смысле телевидение. В любом случае, мы сегодня посмотрели замечательные места. Как это все дело, где растет. Располагается все это здесь, на Ровчатском лимонарии. Место до города не сильно большое. Ровно там литр бензина вы можете спалить. Или литр газа. Еще вкуснее. И приехать сюда в любое время. Утром, днем, вечером. Без разницы. Круглые сутки. Приезжайте сюда и смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok